Наша основная миссия заключается в том, что мы улучшаем качество жизни ребенка сразу. Признаем абсолютную ценность и достоинство личности ребенка, независимо от психофизического состояния. В детском саду Казанского федерального университета «Мы вместе» стартовала первая профессиональная экспертная сессия, где ученые, педагоги и общественные деятели выступили с пленарными докладами и обсудили актуальные вопросы сопровождения обучающихся с расстройствами аутистического спектра, совершенствования профессионального мастерства специалистов, работающих с особенными детьми. Мы решаем задачу построения маршрута и сопровождения таких детей в очень комфортном плане. И поэтому взаимодействие с нашими коллегами из Института коррекционной педагогики, мы полагаем, позволит нам ответить на многие важные, значимые вопросы. Главная тема мероприятия выбрана не случайно. В республике ежегодно увеличивается число детей с инвалидностью, в частности с ментальными отклонениями, когнитивными нарушениями и аутизмом. В настоящее время насчитывается более 29 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе около 8 тысяч детей с инвалидностью. Как их учить, как общаться с этой категорией детей, какие требования предъявляются специалистам – все эти вопросы и не только обсудили специалисты из разных учреждений. В настоящее время в Казанском федеральном университете дефектологическое образование представлено в двух направлениях – подготовке логопедов и специалистов в области педагогики и психологии. Инфраструктура педагогического образования Казанского федерального университета имеет все уровни педообразования – от детского сада для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе» до регионального научного центра Российской академии образования в Приволжском федеральном округе на базе университета. Обсуждение актуальных и важных вопросов о развитии специальной психологии и педагогики продлится до 17 февраля. Алина Красильникова, Ленар Гизатулин, Универньюз.